Подобных комментариев было несколько, они были и от мужчин, и от женщин, а еще были комментарии а-ля ты будешь жить с 30-ю котами. И вот что самое интересное, эти комментаторы сами же показывают, что в мире мужчин нормальных и адекватных, по их мнению, просто нет. Потому что если женщину в отношениях, она должна терпеть неуважение, носиться за бытовым инвалидом и страдать. А если она этого не делает, значит она одинокая женщина. По секрету скажу, что нормальные мужчины все же остались в мире. А еще эти комментаторы считают, что женщина должна терпеть Васю Пупкина, лишь бы какой-то мужчина был рядом. Я сейчас скажу одну вещь, она возможно будет для вас неприятной, она будет вас раздражать, возможно вы загрустите, но записывайте. Не все женщины в отношениях терпят. А еще в защиту котиков хочу сказать, что они очень даже милые животные. Котики нормальные, животные это точно. Ребята, всем здорово, осаночные связи. Нет, конечно же я выступаю за то, чтобы никто ничего не терпел, ребята. Ну зачем терпеть, это глупо, идиотизм вообще. Потому что мы терпелы, что мужчины, что женщины, терпеть не надо. Я все-таки пытаюсь, ребята, сколько я уже общался с женщинами на эту тему. И в разном своем возрасте, и с их разными возрастами. И ни одна мне не может ответить конструктивно. Ну как это так? Вот она, допустим, выходила замуж, либо же вступала в отношения с одним мужчиной. А вот получилось, что он ее не уважает, абьюзит, газлайтит, вообще там ее угнетает. Боже мой, ну просто бедная чаечка. Ну как так вот получается у них? Она говорит, он изменился там после свадьбы, да. Я ей говорю, так он же с тобой в отношениях изменился, значит ты повлияла на это. Начинается сбой системы, да, вот это вот перекодирование. Алло, у тебя не стоит вообще, ты дурак. И все, понимаете, там начинается сразу таблица, это бинго вылазит. А ты импотент вообще, ты что, не знаешь об этом или что, ребята? Ну вот примерно это вот так вот, да вот. А конструктивно ответить мне ни хрена не получается ни у кого. Так сейчас женщины хотят только деньги и чтобы на шею сесть. Понимаете, вот вы говорите женщины. Это вот все женщины, значит, понимаете? И вот ничего они не хотят, только вам на шею сесть, что ли? Или кому-то на шею. Я вот не хочу на шею вам садиться. И я женщина. И кому-то не хочу на шею садиться. Нет у меня такого нежелания, непотребности, нету. Понимаете? Это значит вы уже не правы. И таких женщин много, которые не хотят на шею садиться. У которых у самих шея, знаете? Сейчас женщины хотят развиваться, хотят высшее образование, хотят путешествовать, хотят, не знаю, кто-то семью хочет строить. За чей счет интересно путешествовать? Кто-то детей растить, кто-то вот счастливые отношения хотят. Ну есть, наверное, такие, которые на шею хотят сесть. Ну, женщины, они разные. Так же, как и мужчины. Кто-то хочет посадить вот себе на шею, вернее, закрыть дома, чтобы она была рабыней, понимаете, только с кастрюлей, сковородки и все. А есть сейчас такие мужчины, которые прям вот, у которых такая шея, что на нее сесть-то можно? Ну, наверняка есть. Есть, конечно, такие мужчины. И не только шея. Без проблем. Ну, вот вы конкретно. На которую сесть можно. К ним относитесь? Знаете, у них не возникает таких вопросов. Когда у человека закрыты все потребности, вот первичные, базовые, они думают совсем о другом. И отношения они строят совсем по другому принципу. Понимаете? И сейчас я всегда советую быть самостоятельным. Кем бы вы ни были, женщина, вы или мужчина, самостоятельных во всех сферах жизни, понимаете? Чтобы ваша жизнь была гармоничной, чтобы вы были не половинкой чего-то, а целой личностью. Понятно. Ребята, всем здорово, Саныч, на связи. Слушайте, ну, чаще всего так вот женщины рассуждают в таком ключе, что вот когда у них, они уже попытались на что-то шею сесть, возможно, неоднократно. Эта женщина, у нее там дети уже есть, она разведена, естественно, не однажды, не единожды, точнее, так вот скажем, да? А теперь она философствует. Ой, что ты, я уже не хочу. Ну, так ты попыталась несколько раз на шею сесть, и как-то что-то не получилось, да? Вот, и все, ребята. Все женщины, вот, 18-20 лет, они никто. Просто, понимаете, там есть вот степень меркантильности. Они меркантильные по природе все, но степень. Одна побольше, другая поменьше. Но я вам миллион процентов даю, что, допустим, вот Соска там 18-20 лет, она никогда не откажется. Или, допустим, у нас встречает парень, он говорит, типа, Соска, ты такая красивая, давай, я буду работать, а ты будешь отдыхать, кайфовать, путешествовать и развиваться, я тебе буду денежки давать. А ну-ка, напишите мне в комментариях, есть такие чаечки, которые откажут от этого, ребят? Ну, что это за бредятина? Да, конечно же, нет. Конечно же, нет. Больше того, чаще всего так и бывает. Чаще всего они встречают мягкотелого мальчика, который не получил отцовского воспитания, опять-таки, по известным причинам, потому что мама ушла, развиваться хотела, да? Как бы и воспитывала его одна. Вот. И потом она, эта девушка встречает, ну, это в лучшем случае, если она будет девушкой, да? Скорее всего, 17 лет она уже женщина, причем 20 раз как женщина, да? Вот. И типа, опа, я принцесса, давай-ка меня обеспечивай. Вот так вот. А потом они, когда в 40, 45, там 50 уже, когда уже она прошла там сотни и тысячи буев, да, там уже, в принципе, да нет, и что, я уже развиваться хочу. Ну, понятное дело. Знаете, меня так забавляют девчонки, особенно вот эти малолетки, которые досмотрятся в видюшек и думают, мужчина нам там всем должен, всем обязан, там у нас матка святая, золотая и так далее. Она говорит, вот, я делаю маникюр, я делаю ресницы, я там ухаживаю за собой, он должен мне оплачивать за это. Ты ухаживаешь за собой, дорогая моя, потому что это просто гигиена, это чистоплотность. То есть, ты просто окрасишь волосы, чтобы у тебя не было видно седины, ты делаешь маникюр, чтобы твои руки выглядели опрятно, ты делаешь ресницы, потому что ты не хочешь делать макияж. Всё. Мужики так же ходят по салонам, так же делают шугарик, так же делают маникюр, так же ходят в барбершоп, оставляют такие же бабки, даже больше бывает. Поэтому, как бы, просить с него бабки за то, что ты сама за собой ухаживаешь, за то, что ты просто следишь за собой, да, это бредятина. Мужчина должен и обязан, когда он женится, когда он в отношениях, когда у него есть семья, да, у него наступает ответственность, а так за тебя он ни за что не ответственен. Единственное, это его личное сугубое желание просто ухаживать за тобой и всё, это максимум, не учите ненужному. Ну так хорошо начала, ну так хорошо это всё начиналось, да, вот тут раз, вот когда он женится, то ё-моё, ребята, всем здорово, Саныч на связи. Да не должен он тебе ничего, даже когда вы женитесь, когда вы в отношениях будешь, не должен он тебе ни хрена, нет, абсолютно, 50 на 50. Я уже думал, чаечку похвали здесь, думал, ну вот она адекватная наша, ну я им всё равно не верю, ребята, что бы они мне рассказывали, как бы там, они там в уши могут заливать, там всё что угодно, она думает по-самому деле по-другому. Ну смысл в том, что, ребят, так хорошо всё начиналось, и тут, знаете, вот это, женитьба после женитьбы должен, это, ну кошмар, ребят, зато для нас польза, польза в том плане, что мы, по крайней мере, видим, что некоторые считают вот так вот, что после женитьбы ты им автоматически должен. Значит, делать надо что? Делать надо что? Не жениться. Всё правильно, ребята, чтобы не доводить, чтобы чаечка вот так вот думала, вот и всё, ребята. Поэтому, а на самом деле верить, ребята, ну не стоит, потому что она тебе сейчас скажет одно, потом она вдруг перевернётся, переобудится в воздухе другое, там, та не, я другую имела в виду, всё-таки не должен, короче, ну такое себе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!